Я забрал Катю, сегодня она гуляла с мамой, и у них были какие-то покупки, я ничего не видел. Заехали, мы взяли пиццу, потому что я голодный, сейчас прямо в машине будем ее есть. Я надеюсь, сейчас автобус там сзади не приедет, потому что мы возле остановки стоим, да, показывают. Мы взяли из двух половинок. И кофе взяли, я взяла лату себе с кокосом, и водичку взяли еще, все. Сейчас это все будем за рулем есть, поездки, тепло, хорошо. Помнишь? Чувитно, да. Ага. Да, это я подсказал Кате, чтобы она записала. Когда в ребенку положили пакет, это еще смешно. Ну и заодно скажу, подписывайтесь Катюхе на телеграм-канал, она очень активно ведет свою деятельность. Не то, что я, человек, который только репосты делает. Давай лопать, если что, мне будешь подавать тогда кусочки, а мы едем уже домой, потому что сейчас мы в Медведково. Хотел еще, чтобы ты мне показала, что ты там купила, но, наверное, дома. Да, скорее всего дома. Да, я девчонка. Красиво. Вот это то, что ты наматываешь вот так вот, мотовичек, шарфик. Алянушка? Алянушка. Спицы. Если он так тянул, знаешь. Ага. Ты мне будешь сегодня красивой ведущей. Давай, показывай, что купили. Состав нужно? Нет, так просто покажи, шарфик вижу. Ну, если интересно. 20% кашемир, 20% шер, 60% что-то там, не знаю. Дорого? Самое интересное, понимаешь, для людей. Сколько стоит? 2,450. Будешь сразу примерять? Ну, я, ты знаешь, как делаю. Сейчас покажу, как ты делала. Если кому-то интересно, обрежешь, если что. Да нет, уж не буду обрезать. Ну, ладно. Я делала. 1, 2, 3. Ну, вот так вот. Это мне надо перед зеркалом. Ну, типа того. И сверху пальчишко. Красиво. Она такая мягенькая, вообще, потрогай. Да, ткань обалденная. Прям прикольная. Дальше. Там и для меня есть покупочки, если что. Ну, давай покупочка для тебя покажи. Мне она очень понравилась, я захотела тебя взять. Мне прям классно. Запорожец. Классно? Классно. Сколько денег. Ой, она плотненькая такая. Она с флисом упрямляет. Вообще. Клево. Я очень хотел именно завязками. Эм, там, завязки, смотри, какие. И капюшончик такой. Она очень плотная, да. И сзади добро. Ну-ка, дай-ка я ее померю. Давай. На обиджи камеру. Я, правда, домашний, но ничего страшного. Сделано в Индии, написано. Хотя бы интересно по размеру. Ок, не ок. Это М-ка, да? Это же твой размер, да. Невочка, да, тебе идет. Вот. Вот так. Капюшончик по мере. Покажи. Классно, она плотная. Я прям вот такую хотел, потому что они большинство такие прям маленькие. Плес. Ну да, норм. Вот. Классно. С гапюшончиком. Целую. Ой, спасибо. Вы прям порадовали меня, девчонки, пока я фигачу, так сказать. Ну все, снимаю. Много там еще покупок? Нет. Мне взяли костюмчик. Прикольный цвет. Вот такой костюмчик. Да, и цвет мне нравится. Сколько стоит? Так, сколько твоя стоит? Сейчас скажу. Если вы ярлык не содрали. Да, вряд ли. Не трогай. Ну, не важно. Около 5000 рублей, я думаю, они стоят. Так, штаны стоят 5,830. Ого. А это вы где взяли? В том же магазине, где это. Где Запорожье? Да. А вот это 6,490. Цвет капучино. Да, очень прикольный. Ну здесь состав, смотри, я смотрела, где он тут. Тоже флисовый. Клевый. Ну, не важно. Хлопок. Все хлопок? Все хлопок. Отлично. Поэтому и цена такая. Да, поэтому и цена такая. Все? Ну нет, я еще отсюда что-нибудь покажу. Ну это всякая косметика. Не, у себя на канале. Все. Тебе не надо? Не, не, мне точно не надо. Нет, можно я тебе на канал покажу одну штуку, от которой я в восторге? Она вообще бюджетная. Если надо, я потом в своем канале про это расскажу. Господи, я просто в восторге. Вы посмотрите на это, как она блестит. Вообще. Вау. Не знаю даже, что сказать. Она очень стойкая. Я прям так рада, что я ее нашла. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Сегодня такая погода интересная. Ледяной дождь. Об этом, по-моему, писали все, кому не лень. Я сказала, Саша. Да, показывали фотки, как люди открывают свои боковые стекла и, типа, разбивают лед. Видите, вот такое? А, все, я поняла. Что это? Сленку? Да, 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 которая, типа, наледенела, да, по бокам. Уж не знаю, как у меня сейчас машина выглядит. Ну, посмотрим. Я ее, правда, завел, возможно, она могла оттаять. Очень скользко, прям максимально. Порсах я отогибаю. Может быть, даже видно, вот, все блестит. Слышу, моя шумит где-то. А, еще и снег нападал. Давайте посмотрим. Ну, так есть, да, конечно. Ледяная пленочка. О, красота. У тебя есть с твоей стороны? Да. Ну, что, давай оттаивай. А еще, что самое интересное, у меня нету действительно щетки, для того, чтобы смахнуть этот весь лед, снег. И сейчас вот мы как разгоняем и купим ее. Традиционно в онлайн-трейд. Долго лед этот будет таять, там же слой, как бы, не маленький. Ну, я не знаю, что делать. Я же не буду когтями вот так вот ковырять. Не, ну, вот это, мне кажется, можно... Ну, давай попробуем. У меня вообще она не ездит. У тебя тоже? Прошло буквально пять минут. Ну, вот, смотри. Катя, можешь сделать такое клевое. Я боюсь, что она внутрь. Она внутрь не эта. Ну, смотри. Можешь, хочешь, с той стороны запишешь видосик? Как я вот так вот рукой сделаю. Хочешь? Нет, снаружи это делай. А, снаружи. Спасибо тебе за прекрасный контент. Катя хлопнула дверью, и все полетело внутрь. Зачем ты так говоришь? Я дверь даже не закрыла, может проверить. Сейчас попробуем с этой стороны. Давай, бей. Я боюсь, что она на меня упадет. Да не бойся. Ну, полностью опускай. Прям полностью? Полностью. А если она на меня упадет? Вот. И давай, бей. Она внутрь упала. Что делать? Ой, мне тут что-то налипло. О, грязно. Забрал свои щеточки. Одну себе, вторую маме. Компания Good Year. Вроде нормальная. Ну, покажись. У Ляли. Классный цвет, мне очень нравится. А мне еще по моему костюму спрашивают все время, где я его купил. Да все просто. Не вот этот? Белорусский, мне родился? Точно. Глори джинс. Вообще по чипману. Сами сейчас стояли и тупили. Где же я его купил? Стоил он недорого, говорили, не пяти тысяч рублей. Там Глори очень дешевый магазин. Да, там все дешманское. Я взял его, вообще думал, буду просто дома хотеть. Вот это я сейчас чуть не... На, держи. Какие здесь? Руку я отбил. Ах, в онлайн режиме. Не вывернул руку? О-бойски. Просто болит, не вывернул? Да не, не вывернул. Ой, больно, ребята, как я сейчас чуть не убрался. Вообще мощно. Ушиб, ушиб. Ну да, я всем весом просто на подушку руки. Ох, хорошо-то как. Смешку что ли взять мне на Бостон? Сейчас пройдет. Да, про костюм называется рассказал. Надо быть аккуратнее, конечно, в такую погоду. У меня очень болит сейчас вот эта часть. Если подписчики видели, это с моей стороны они обохренели. Я реально вообще сердце зашлось, потому что со стороны это будет очень страшно. Ты прям на ступеньках, прям на руку туда, это вообще ужасно. Ну да, я чуть башку не шлепнулся. Да, наверное, со стороны выглядело не очень. Все уже проходит. Весь вес просто на руку пришелся. Это, конечно, было бы не очень на себе. Я сейчас ломала на такие места. Что за кофейком? Ага, за кофейком. Трампунки. Не шути, как он говорит. Я ломал руку. Давай за меня держаться, потому что у тебя прососки очень сильно скользят. Все, видимо, надо переходить на тимбр, потому что очень скользко. Я, кстати, вот уже несколько дней по снегу подоходила в зимних сапогах, мне не было особо скользко. А сейчас крысотки решила одеть, что все эти. Ну, как бы, скользко очень сильно. Они для этого не предназначены. Сейчас на улице минус 2 градуса, и вот эта вчерашняя вся ночь, она подзастыла. И, видимо, вот там, блин. Вот я сейчас, знаешь, о чем думаю? Представляешь, если пожилой человек вот так бы прошелся? Да. Это вообще жесть. Да. А, ну видно, смотри. Лед. Примерно как вчера. И там, конечно, мол, можно так большой шиндарахнуться, что просто или шею сломаешь. Я не понимаю, что ты шиндарахнешься, потому что человек тем более. Да уж. А тачка у нас стоит в самой жутой мере. Поэтому сейчас придется нам немножко пострадать в том плане, что очень скользко. Кит не удержалась и вместе с кофе взяла себе пакет с лососем, с Сержи и пиццей. Любимое блюдо, я смотрю, Катюша. Ну, потому что, наверное, мою пасту тебе лючее попробовать. Я уже пробовала, ты же мне давала. Ну, чуть-чуть, я имею в виду прямо самой снизу. Не, я не хочу, это тесто, макароны. Ну, а мы продолжаем кататься, разговаривать, мечтать о предстоящем путешествии. Это у нас уже традиция. Каждый раз, когда выезжаем, начинаем мечтать о том, как мы поедем куда-то. Сейчас еще такая погода всратая. Мне прям не нравится. Мне хочется, чтобы был крепкий мороз все-таки. Мне нравится то, что каждый раз, когда ездили с тобой на Кавказ, там практически всегда солнце. Но в горах точно. В горах зимой вообще, в принципе, солнце. Но мы пока не знаем точно, куда поедем. Потому что, видите, ситуация какая в стране. Вот. Поэтому будем думать. Ну, в Таиланд мы точно не поедем в этом сезоне. К сожалению. Хотелось бы, но нет. А в Африку? А в Африку? А в Африку поедем обязательно. Я все думаю, может быть, приобрести себе вот такой GoPro Light Mode. Потому что постоянно темные кадры. И на улице это хорошее подспорье для того, чтобы меня хорошо было видно. Но опять же, с другой стороны тоже есть минус. Просто ты какой-то шахтер ходишь по улице и светишь этим фонарем. Ну, ладно. Посмотрю еще обзоры. Подумаю. Может быть, приобрету. Но попозже. Сейчас прям какой-то острой необходимости нет. На Амазоне это стоит 70 баксов. Сколько в России, я пока не знаю. Вот. Впервые, так скажем, зашел. Начал смотреть. Интересоваться этой темой. Если у вас уже есть такая штука, напишите, как она вообще спасает или не особо. Ну и все. Буду заканчивать влог. Мы уже дома. Я сейчас пью чайочек. Может быть, съем потом сухарики, трекорочки. Я знаю, что это вредно. Но иногда так в охотку, знаете, перед сериальчиком очень прикольно погрызть. Ну и до новых встреч. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь, если этого еще не сделали. Ну и, как вы заметили, это вот как бы итоговый кадр я записываю на широкий угол. Опять же, смотрите, какой он эффект дает. Чем ближе к объекту, тем больше вот такого фиша, видите. О. Ну, все равно прикольный, достаточно эпичный такой кадр получается. Он передает всю атмосферу в комнате. Можете посмотреть. Ну все. Теперь точно пока.